Всем привет, меня зовут Маша, я по-прежнему живу в Париже, и добро пожаловать в мое новое видео. У нас прекрасная погода, и поэтому я опять рискнула выйти снимать на балкон под взоры своих соседей по карантину, которые на меня, наверное, сейчас все будут смотреть, особенно вон тот, вон чувак. Я его опять вижу на балконе. Ну что ж, да, уже прошел практически месяц, как мы сидим все заперти, и поэтому я решила, чтобы вам не забыть Париж. Мне не забыть Париж, самое время поговорить как раз об этом городе, у меня остались некоторые кадры, и осталась тема, которую я хотела обсудить, а именно разница Парижа сейчас, которую мы видим, 21 века, и Парижа века 19, то есть два века назад. Разница действительно есть. Вот так улицы Парижа выглядят сейчас, и да, есть очень много людей, которые говорят о том, что грязно, которые жалуются действительно на то, что, допустим, много мусора, много еще чего-то. Насчет этого я, кстати, снимала видео, точнее, как сказать, это был такой репортаж расследования, мы с вами ходили по улицам центральным и смотрели, что же действительно, и, кстати, по-моему, не только в центральном, и смотрели, как же действительно они выглядят. Так что, если вдруг вы не видели, то где-то здесь будет ссылочка. Но вернемся обратно к нашему барану, точнее, к нашим улицам. И вот если вам кажется, что сейчас как-то мега грязно в Париже, о, первый сосед, так вот в 19 веке было, как вы понимаете, все намного хуже. Во-первых, естественно, все отходы, всю грязь, все помои, все это выливали прямо на улицу, прямо из окон. Нет, были специально отдельные места, куда можно было вылить все это грязное дело, но, знаете ли, жителям было неудобно. И, соответственно, посредине улиц Парижа как раз был специальный такой слив для того, чтобы вся эта гадость стекала. Сейчас этот слив тоже есть, но находится он с краю. И вот, например, Карамзин в 1837 году так писал про Париж. Ближе, ближе, завоняло, ужасно завоняло. Ура, мы приехали! Ну и, конечно же, личная гиена парижан, которые просто все выплескали из своих окон, тоже страдала. Но представьте себе, в 19 веке был конкретный такой импровмент, конкретное изменение в лучшую сторону в плане как раз того, что касалось личной гигиены людей. Во-первых, состоятельные граждане стали принимать регулярные ванны, чтобы вы понимали, это один раз в две недели. И регулярно менять белье один раз в неделю. Это привело к тому, что стали больше отказываться от использования парфюмов, которые мы, собственно говоря, маскировали прежнюю грязь и зловоние. Ну а теперь еще, кроме этого, стали ежедневно чистить зубы, причем, внимание, все зубы, потому что до этого было принято чистить только передние зубы. Сейчас мы все чаще слышим о том, что над большими городами, в том числе над Парижем, постоянно висит смог. Но вот представьте себе, в 19 веке тоже были подобные проблемы. Правда, связаны были они, конечно же, с углем. Потому что как раз где-то примерно в первой половине 19 века Париж перешел на угольное отопление, и, соответственно, в воздухе и везде была взвесь дыма, копоти, вот как раз вот этого черного от угля. Ну и плюс ко всему добавлялся прекрасный запах фонарного газа, потому что, да, раньше фонари топили именно газом. Второй проблемой Парижа 19 века, кроме грязи, был еще и шум. И да, сейчас нам кажется, вроде шумные машины как-то, постоянно город живет, постоянно город шумит. Но в 19 веке все дороги были покрыты брусчаткой. А какой был транспорт? Правильно, повозки, которые возили лошади. И поэтому стоял какой-то невообразимый, очень сильный шум и днем, и ночью. Потому что, да, подковы лошадей стучат по брусчатке гораздо сильнее, чем шины по асфальту, соответственно. Шума добавляло также то, что постоянно выступали какие-то бродячие артисты на улицах. И, конечно же, зазывали постоянно мелкие торговцы людей к себе в лавку, стараясь перекричать друг друга. А лавки располагались вот буквально вот так вот, друг рядом с другом. И, соответственно, каждый звал своего покупателя и старался голосом привлечь к себе потенциальных клиентов. И, кстати, что интересно, уже тогда появились промоутеры. То есть люди, у которых щит был спереди и сзади, и которые служили такой живой рекламой какого-либо заведения. Вот представьте себе, все вот эти вот костюмы, все вот эти вот люди в костюме гигантского цыпленка уже появились в 19 веке. Вообще, надо сказать, что основы маркетинга такого уличного, что ли, зародились в то время. И связано это еще с тем, что постепенно вот эта вот уличная торговля, мелкая торговля перешла, конечно же, во всем известные нам большие магазины. Вот эти вот grands магазins к концу 19 века вытеснили мелких лавочников. И я уже как-то рекомендовала, но если вы вдруг пропустили или, не знаю, не дошли руки, то сейчас самое время, мне кажется, прочитать здесь классная книжка у Эмилия Золя, называется «Дамское счастье». И, кажется, даже снимали сериал, до которого как раз не дошли руки у меня. Но книжка действительно классная, там рассказывается как раз о том, как большие магазины постепенно вытесняли маленькие вот эти вот маленькие частные лавочки. И там действительно содержатся основы маркетинга и рекламы. Вот так вот уже в 19 веке. Но, как я уже сказала, большие магазины появились только к концу 19 века. Ну, а вот этот промежуточный этап между мелкими лавочками и большими магазинами, это, конечно же, пассажи. Именно в 19 веке как раз был их расцвет. Пассаж — это, по сути, такой крытый проход между двумя домами. И я должна вам видео про галереи и пассажи, я помню. Так вот, именно в этих пассажах и галереях сосредоточилась торговля. Там было все буквально. Там можно было купить булочки, там можно было купить какие-то детали, там можно было купить одежду, там можно было пообедать, можно было постричь волосы, все что угодно. Но главное, что делали парижане в этих пассажах — это фланирование. Да, они просто прогуливались, появился вообще, скажем так, новый вид досуга, что ли, как раз прогулки. Стрейкиство пассажей и галереи, конечно же, положило начало огромному процессу перестройки Парижа, потому что Париж 19 века выглядел значительно по-другому, нежели чем Париж, который известен всем нам, Париж 20 и 21 века. Ну и, естественно, всю эту деятельность очень сильно развил и практически закончил барон Осман. Я думаю, многим из вас уже известны, потому что я вообще, в принципе, часто о нем рассказывала. Кроме того, что в центре города снесли всю старую застройку, проложили огромные бульвары, авеню. Продолжение следует... Высадили деревья и вообще, в принципе, стали строить дома такого более-менее похожего стиля, который сейчас называют Османовским. Кроме этого, барон Осман также уделял огромное внимание улучшению проблемы вот как раз грязи, нечистот вот этого всего, что происходило, собственно говоря, в Париже. И, во-первых, перенесли огромную свалку, потому что, вот представьте себе, раньше самая большая свалка Парижа находилась в районе Монфокон, то есть это где-то располагалось в районе парка Бютшому. Это, получается, где-то восток Парижа, то есть это черта города. И там располагалась свалка, куда свозили просто все, и город задыхался. Кроме того, еще одним нововведением Османа, то есть это уже вторая половина, даже ближе уже к концу 19 века, это были публичные бесплатные городские туалеты. Вот представьте себе, раньше, в 19 веке, такого не существовало. Это сейчас буквально на каждом углу они появились. Да и то, я бы сказала, это было, наверное, сделано недавно, еще лет 5 назад не было такого количества. Но уж в 19 веке-то и подавно, особенно до Барона Османа. Сейчас в Париже 20 округов, которые, конечно же, отличаются друг от друга, но уже тогда, в 19 веке, было деление на районы. И не просто географически, а также по социальному признаку, по тому, чем занимались люди в этих районах. И на самом деле, что интересно, раньше люди из одного района не слишком-то перемещались, не слишком-то посещали другие районы. После того, как Османа перестроил Париж, стали пользоваться популярностью променады, то есть, собственно говоря, прогулки. И вот таким самым, наверное, фешенебельным, самым модным районом прогулок был район больших бульваров, а именно бульвара итальянцев и сад Тюлери. Потому что именно в это время в сад, наконец-то, открыли доступ обычной публике. Потому что раньше, представьте себе, вот по этому саду, который доступен сейчас буквально всем, гулять можно было только в день Святого Людовика, а именно 25 августа. Все остальное время сад был закрыт. Доступ был открыт, мы говорим всем, но в реальности, естественно, не всем. Потому что, если человек, например, был рабочий, заходил в какой-то рабочей одежде или с инструментами, его бы просто-напросто в парк не пустили. Ну а если это служанка, которая была тоже в переднике и, скажем, в чипце, ей тоже было бы не зайти в парк, если, конечно, она не няня какого-нибудь очень богатого дитяти. Кроме того, состоятельные граждане очень любили тогда гулять в Булонском лесу. Правда, это уже за пределами Парижа. Тогда его называли просто лесом, то есть не Булонским, а именно вот так вот просто-напросто лес. И да, действительно, это был совершенно первозданный лес. Сейчас его уже переделали, там что-то похожее уже такое на английский парк сделали. Там есть и павлины, и пруды там выкопали. Надо будет обязательно с вами тоже туда просто миллион дел, пергамент такой здесь нужно развернуть, дел. И видео, которое я хочу вам снять после того, как снимут карантин. И почему я говорю, что там любили гулять именно состоятельные граждане? Да потому что туда еще нужно было добраться. Не просто так, никакого общественного транспорта тогда еще не было. Точнее, были амнибусы и другие такие, скажем так, прототипы автобусов, которые туда ездили, но ездили они редко. Так что именно поэтому как раз туда и ездили более такие богатые слои населения, которые могли себе позволить экипажи. Но весь этот выпендреж, модные прогулки и так далее, это все было характерно для правого берега. Хотя и там было такое место, скажем так, старорежимное, где никто не занимался ничем увеселительным. Это был квартал Море, где жили недавно вернувшиеся тополиный пух. Жара, апрель. Да, у нас тоже есть тополиный пух. Так вот, именно в квартале Море жили недавно вернувшиеся из изгнания евреи. Ну а что касается левого берега, то там располагался, во-первых, бедный студенческий латинский квартал, где как раз и занимались зубрежкой. Море жили недавно вернувшиеся. А местом прогулок у них был Люксембургский сад. Сегодня такое прекрасное солнышко, да? Очень красиво и очень солнечно. Кроме того, бедный и грязный квартал Сен-Марсель. Мы в нем, кстати, с вами были, гуляли во время съемок какого-то эпизода метронома. Точно сейчас не вспомню, но где-то залинкую. Это как раз площадь Италии, улица Гобля. В общем, вот этот вот район. Кроме того, здесь же находилось Сен-Жерменское предместье. То есть, это уже был не совсем Париж, но как раз вот на лимите, что ли, с городом. И раньше это был такой себе район с полями, монастырями и виноградниками. А сейчас это седьмой округ, там, где находятся инвалиды, там, где находится набережная Арсе. В общем, один из самых дорогих и престижных районов Парижа. Вообще, конечно, границы Парижа 19 века довольно сильно отличались от границ Парижа 21 века. Например, раньше город окружала трехметровая стена, которую называли Стена откупщиков. Построили ее где-то, по-моему, в середине примерно 18 века на деньги богатых граждан. И за то, что они пожертвовали деньги на строительство, им было дано право собирать налоги. Налоги эти сдавались королю, ну а излишки, соответственно, эти самые богатые граждане прибирались к себе в карманы. Эта самая стена, которая называлась Enceinte des fermiers généraux, как раз и была таким таможенным, что ли, разделом между Парижем и пригородом. Ну а что касается границ Парижа, раньше они были такими. Западная была прямо у триумфальной арки. Южная проходила у Эйколь Милитер, то есть это прямо напротив Эйфелевой башни. Восточная, кстати, была примерно как сейчас, особо она не сдвинулась 19 века. А северная граница заканчивалась у северного вокзала, то есть, например, весь район Мон-Мартр не входил в границы Парижа, и это был пригород. Кстати, еще о трехметровой стене, естественно, внутри города, то есть, внутри этой самой стены, еда и напитки стоили гораздо дороже. Ну, естественно, с них же снимались пошлины. Поэтому всякие танцы и тусовки парижский народ устраивал за пределами стены, просто чтобы не платить втридорого. В рамках города единственным, пожалуй, таким развлекательным местом были Елисейские поля. Но были они не сразу такими, и вообще были абсолютно, естественно, не похожи на Елисейские поля, которые мы знаем сейчас. Сначала это был гиперкриминальный район, в котором было просто опасно находиться, с болотом и какими-то страшными кабаками, грязью. Кстати, если вам еще нужны рекомендации по чтению, то есть классный роман, который публиковался в 19 веке в Филитонах, то есть в таких еженедельных, по-моему, газетках, и называется он «Парижские тайны». Это очень крутой роман, вот именно показывающий жизнь Парижа того времени. Потом, чтобы повысить престиж этой окраины, ее стали перестраивать. Естественно, проложили дороги, кроме того, все там почистили, высушили болота и построили разные увеселительные заведения. Кроме всяких кафе, ресто и так далее, там были также и театры, там был даже цирк, там были разные развлечения для народа попроще, например, лазание по столбу. И, кроме того, как раз к 19 веку открыли Лувр, то есть как открыли? В плане музея. Потому что, да, конечно же, раньше, тем более еще до революции, это был королевский дворец, туда никого не пускали, там, собственно говоря, жил король. Ну, а с 19 века можно было теперь полюбоваться на все эти коллекции искусства, которые король собирал в течение многих-многих веков. Вход туда был абсолютно бесплатный, кстати говоря, вот вам, пожалуйста, разница с 21 веком. Но была небольшая разница с расписанием, потому что по будням Лувр был открыт только для художников и иностранцев, но уже в выходные был доступ уже для всех жителей, собственно говоря, Парижа, французов и каких-то представителей других профессий, нежели художников. А где же жил король, возможно, спросите вы, потому что Лувр теперь отдали на увеселение гражданам. Куда же переместился король? А он жил в дворце Тюлери, потому что, да, раньше в саду Тюлери стоял дворец прямо напротив Лувра. Вот так вот, если прямо напротив поставить Лувра еще один дворец, там вот как раз он и располагался. Но он был довольно старый, практически, по-моему, полностью деревянный. И в 1871 году, во время восстания коммуны, его просто-напросто сожгли. Он был настолько сильно разрушен, что его решили уже и не восстанавливать. Вот, а жаль. Но парижане 19 века не только развлекались, скажем, стрельбой, театрами или походами просто по бульварам, еще у них было довольно такое мрачненькое развлечение, а именно это публичные казни. Об этом, конечно же, нельзя не упомянуть, потому что облик Парижа 19 века довольно сильно отличается от облика Парижа 21 века еще и тем, что раньше на главных площадях города стояли гильотины. Вот, представьте себе, такой вот просто какой-то жуть и макабр. И чтобы вы понимали, насколько это действительно было популярно, хозяева близлежащих домов, вот к этим вот самым страшным местам, во время казни продавали стулья. То есть продавали буквально возможность посидеть на стуле во время этого всего действия. И, естественно, очень задорого. Естественно, огромной разницей также была еда и разные заведения, где можно поесть. Я уже несколько раз во время видео употребляла слова кафе, рестораны, но на самом деле такие привычные для нас, казалось бы, слова и понятия, для парижанина 19 века были абсолютной новинкой и, конечно же, хитом просто всего века. До этого жители могли сходить только в трактир, в какой-то грязный кабак, может быть, в таверну, в табльдот. То есть, ну, выбор был, я скажу, так себе. Чтобы вам так красочно представить доступные как раз парижанам тогда кабаки и таверни, альтернатив которым, естественно, не было, вот представьте, было такое место, которое называлось кафе промокших ног. Просто, на самом деле, заведение, где не было ни стульев, ни скамейки, а на полу была какая-то жижа. Суп там подавали из каких-то лохмотев, то есть из каких-то обрезков капусты, каких-то непонятных мясных тоже обрезков. Было ли это мясо? Это, конечно, и чье это было мясо, это большой вопрос. Ну, а посуду там мыли просто посредством того, что ее вытирали грязной тряпкой. Хотя, если вы следите, например, за Касео Гасановым, это такой блогер-путешественник, и он недавно показывал в своем инстаграме как раз кадры своей поездки в Индию. И вот он там заходил в какое-то заведение религиозное сикхов и показывал, что там люди тоже моют тарелку, просто буквально обтирая ее какой-то грязной тряпкой. Так вот, в Париже в 19 веке было так же. Но в это же самое время, наконец, начинают появляться приличные кафе и рестораны. Вообще, почему название ресторан? Так вот, слово ресторан, французское слово, происходит от причастия, означающего укрепляющий, восстанавливающий. А все дело в том, что раньше в этих самых ресторанах был только один вид блюда. Это был либо бульон, либо, собственно говоря, какая-то еда из яиц и мяса, которое было призвано восстанавливать силой. После революции 1789 года повара, которые работали в богатых аристокритических домах, все поувольнялись и начали открывать свои заведения. Вот такой вот расцвет предпринимательства и мелкого бизнеса, я бы сказала. Естественно, там появился выбор блюд. Ну, представьте себе, фешенебельные повара остались без работы и, собственно говоря, теперь их полет фантазии был ничем не ограничен, готовили, что хотели. Также появляется, конечно же, и меню, то есть вот эта вот бумажка, в которой описаны все блюда, которые предлагаются в ресторане. Вместо одного большого общего стола, который был в тавернях и табальдотах, то есть там все ели прям такой одной большой, дружной, можно сказать, случайной семьей, так вот в новых ресторанах и кафе появляются отдельные столики. И вот сейчас все эти люди, и я в их числе, которые жалуются на то, что слишком близко расположены отдельные столики на террасах парижских кафе, должны задуматься о том, что вообще раньше был один огромный большой стол. Что касается цен, тоже интересно сравнить. В недорогих ресторанах можно было поесть тогда за 2 франка. Это как раз-таки не особенно классные рестораны бедного латинского квартала и так далее. И, учитывая соотношение франка старого и курса евро сейчас, как раз получается, что это стоило где-то 6,5 евро за обед. И, если честно, это на самом деле обычная цена такого реально недорогого обеда. Здесь, например, взять какой-нибудь себе сэндвич, пожевать, будет стоить примерно так. Правда, тогда это было с вином, но теперь, ну, максимум с водой, с кока-колой, конечно же, вино. Ну, хотя вы можете купить треугольный сэндвич и бутылку вина в супермаркете, это как раз вам может обойтись, если это какое-то такое столовое, какое-нибудь бажале, еще что-нибудь такое, это будет как раз вот примерно те же самые 6-7 евро. Ну, а что касается дорогих ресторанов, то там полноценный обед, то есть там первое, второе и компот, ну, соответственно, вино, я думаю, еще и десерт, стоило 25 франков. На настоящие наши деньги это где-то 76 евро, что, конечно же, довольно дорого, но вот как раз, в принципе, обычная цена дорогого парижского ресторана. Кстати, забавно то, что раньше в кафе ходили не только поесть, но еще и, например, почитать газеты. И нужно сказать, что Париж, в принципе, был довольно образованным городом, то есть всего лишь 16% людей в 19 веке были безграмотны, ну, а к концу века их осталось всего 3-4%, вот так вот. То есть, в принципе, парижане в общей своей массе умели читать даже не самые богатые. Ну, и последний пункт, который отличал Париж 19 века от Парижа 21 века, это транспорт. Конечно же, никакого метро, никаких там автобусов, естественно, тогда еще не было. Ну, а таким прототипом автобуса, как раз общественного транспорта, стало нововведение это амнибусы. Это были экипажи на 16-20 человек, гораздо больше, естественно, они перевозили людей, потому что раньше ездили на фиакрах, а это всего максимум 4 человека, ну, и, естественно, перевозить людей в амнибусах было гораздо дешевле. Ну, что, на этом тогда будет все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, что было интересно, забавно увидеть отличия Парижа 2 века назад, Парижа 19 века от всеми нам знакомого, известного Парижа 21 века. Напишите в комментариях, какой пункт вас удивил больше всего, может быть, что-то уже знали, может быть, что-то действительно было для вас открытием. Я очень всегда ценю ваши комментарии, с удовольствием их читаю. Ну, а я вам говорю, до встречи в новом видео совсем скоро. Пока-пока. Я сегодня такая прям французская. Все заметили, что я сегодня в теленёжке, да? Пока.